Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! И многое другое ждет вас в ближайшие пару минут. Само собой, никаких спойлеров не будет. Так что посещайте комментарии на свой страх и риск, а еще лучше оставляйте там фейковые спойлеры, чтобы защитить бедолаг, которые могут в них попасть. Недавний слив всех ключевых моментов в Мстителей Финал по-настоящему синес фанатам головы. Массово забрасываются аккаунты в соцсетях, а случайно взглянувшие на детали сюжета рвут волосы на голове от негодования. Оставьте волосы в покое, слив не испортит впечатление от просмотра фильма в кинотеатрах. А о волосах лучше заботиться, чем осыпать пеплом. Матушка природа и так делает это перхотью, с которой нужно бороться. Но не беда, кое-кто готов нам помочь. Вместе со Мстителями, что красуются на упаковках новой линейки Клер. Шампунь номер один по борьбе с перхотью обзавелся супергеройской поддержкой, но и не забывает о том, что каждый из нас уже герой. Революционная технология шампуня и Клер активирует естественный защитный слой кожи головы и обеспечивает безупречный внешний вид волос. Мы уже упали в обморок от шикарных упаковок и эффективности. Настал ваш черед, но и это еще не все. У нас небольшой конкурс для самых преданных фанатов Марвел. Кто и в каком фильме сказал фразу «Есть только один бог», и я уверен, что он одет иначе. Кто первый в комментариях даст правильный ответ на вопрос, получит билеты в кино на Мстители Финал. Дерзайте, у каждого есть шанс. А мы начнем с главной новости последних дней. 4 минуты 30 секунд Мстителей 4 утекли в свободный доступ. И не просто минуты, а небольшие нарезки из всех ключевых моментов фильма, включая финал. Кто-то включал камеру, будто зная, что сейчас произойдет нечто крутое. Что самое забавное, на данный момент, по официальным данным, фильм посмотрело около сотни человек. И все они высокопоставленные работяги Дисней, а также их близкие родственники. Большая часть актерского состава еще не видела фильм. А кто-то спокойно глянул его, как у себя дома. Но кто именно? На самом деле ответ прост. Во-первых, мы сразу откинем инвесторов вместе с кинотеатрами, покупателями и прокатчиками. Им показывали лишь расширенный трейлер, где Тор испытывает Капитана Марвел. Об этом известно официально. Никто из Дисней даже гипотетически не мог подумать о Сливе. Ведь, во-первых, та сотня работяг, что уже смотрели Мстителей, это напрямую заинтересованные в кассовом успехе фильма люди. Сливать спойлеры и вредить прокату банально не в их личных интересах. Все станет проще, если вспомнить, что на слитых видео присутствуют субтитры на арабском языке. Это тут же породило теории, что Дисней устроила предпоказ для богатых детей шейхов. С одной стороны, это логично. Пара десятков миллионов для них не является проблемой, а для Микки Мауса это равно сбором в какой-нибудь Италии. Да и кто еще мог себе позволить так вальяжно пользоваться телефоном при любой необходимости? На любых мероприятиях, связанных с предпоказами, телефоны прессы и других лиц забирают на входе. Но реальность полна разочарований. На долю секунды на видео видно, что все четыре минуты это истории, опубликованные в Инстаграм-аккаунте. Им владеет некий Ислам Фарахат, который, само собой, уже удалился. Но привязанный аккаунт в Фейсбуке остался. И мир может посмотреть на героя. Та-дам! Еще на протяжении ролика парень тегал какого-то Джо-97, чей аккаунт тоже скрыт. Но оба они проживают в Египте и не выглядят детьми богатых шейхов. И единственное разумное объяснение, что у нас остается, это знакомые или родственники ребят, присваивающих фильму возрастной рейтинг. Только этим работягам позволено так просто смотреть кино. И выходит, что один из обиднейших сливов в истории человечества произошел из-за банальной халатности. Но и без него около Мстителей 4 было весело. Возьмем, к примеру, Бри Ларсон. Все желтые издания в один голос заявляют, что актрису не взлюбили старички киновселенной Марвел. Само собой, официально афишировать никто ничего не будет, но присмотревшись к пресс-конференциям и турам, заголовки покажутся реальными. Пока Джереми Реннер и Пол Ратт обнимаются, а Роберт Дауни-младший и Марк Руффало обмениваются любезностями, Бри Ларсон часто ходит в гордом одиночестве. На большой пресс-конференции фильма никто из коллег никак не реагировал на ответы Бри и не подавал виду, что она находится в зале. В итоге, вроде бы, сильная и независимая феминистка Бри выступает в парном интервью не с другой феминисткой Скарлетт Йоханссон, а с Крисом Хемсвортом. Поговаривают, что именно со Скарлетт и Лиззи Олсену Бри самые тяжелые отношения. Несложно понять, почему. В совместном интервью Хемсворт был само очарование. Во-первых, когда Ларсон рассказала, что ничего не своровала со съемочной площадки, Крис заявил, что она своровала оттуда их сердца. Бри не слишком умилилась и напомнила актеру, что Капитан Марвел все равно сильнее Тора. Но самое веселое началось, когда Ларсон рассказала, что исполняет трюки сама. Хемсворт сравнил ее с Томом Крузом, на что девушка обиделась и заявила, что сначала идет она, а потом уже Том Круз. Мы не жены-ненавистники и не хейтеры Бри, но все-таки Круз прямо в кадре сломал ногу на съемках невыполнимой миссии, прыгал с парашютом из стратосферы и вообще поехавший парень. Если кто не знал, Том сто шесть раз совершал парашютный прыжок всего ради одной сцены. При всем уважении это не сравнить с танцами на зеленом экране в супергеройке. Так что характер у Бри тяжеловат. Есть и другие примеры, но по итогу стоит сказать, что слухи все-таки преувеличивают реальное положение дел. Ларсон таки заявлено к появлению на шоу Эллен со Скарлетт Йоханссон и совместная фотосессия с Дауни-младшим у нее таки появилась. Если внутри Марвел и идет гражданская война, на нас с вами и на фильме она никак не скажется. А вот уход Стэна Ли скажется на всем. По злой иронии все совпало так, что финал киновселенной станет финалом и для камео-старичка. Все считали, что таким фильмом станет Человек-паук 2, но братья Руссо нас разочаровали. Конечно, Стэн останется в фильмах на плакатах и постерах, но отснять вживую уже ничего не сможет. Но Марвел не забудет легенду. Кевин Файгер сказал, что они создали особое видео для Ли. Оно включает в себя закадровую съемку всех до единого камео старичка в киновселенной. Босс Марвел тизерит множество веселых дублей, импровизацию легенды и отличное настроение. Такой ролик станет данью уважения Стэну и скорее всего появится на цифровой версии Мстителей 4, а значит ближе к концу лета. Но, пожалуй, самое виральное закадровое событие, сопровождающее премьеру, это Человек-муравей и задница Таноса. Теория о том, что парню нужно уменьшиться, пролезть Титану в задний проход и увеличиться, очаровала всех. Настолько, что братья Руссо даже поставили аватаркой данное действие в своем инстаграме. Фанаты создали целую гору экранизирующих операцию видео, а обсуждение теории идет на высшем уровне. К примеру, на шоу Грэма Нортона, где сам Пол Рад придумал термину названия Танус. Правда, актер не понимает, почему местом проникновения должен быть именно Анус. По его словам, проще провернуть подобное через нос, ухо или любое другое отверстие. Пранк зашел так далеко, что его комментируют даже в физике. Знаменитый Нил Деграсс Тайсон научно обосновал теорию и дал, пожалуй, лучший ответ. С его слов, есть огромный шанс, что, увеличившись, Человек-муравей превратится в кровавую кашу. Ведь Танос могуч и даже весь арсенал Железного Человека не смог ему навредить. Значит, у него настоящая суперпрочная задница, которая все выдержит и выведет остатки Скотта наружу. Впрочем, физик недоумевает, почему лезть в отверстие нужно самому герою. Гораздо проще попробовать сунуть туда что-то и увеличить, ведь технология это позволяет. Главное, что пранк стал виральным еще во время дополнительных съемок фильма. А значит, на экране мы можем увидеть отсылочку или объяснение со стороны братьев Руссо. К сожалению, коммерция потрепала и Мстителей. Спойлеры часто приходят к нам из игрушек, но на этот раз их слишком много. Квантовые костюмы, которые впервые показали во втором трейлере, мы увидели в игрушках полгода назад. То же самое можно сказать про меч Таноса, профессора Халка и другие детали, но, к сожалению, игрушки нужно изготавливать заранее, и Марвел никак не могла повлиять на процесс. Но хотела. Братья Руссо заявили, что, будь их воля, ни единого трейлера ко Мстителям 4 нам бы не показали, и мы шли бы в кинотеатры с чистыми головами. Но даже обильные сливы, скандалы и закадровые противостояния никак не помешали успеху Мстителей 4. Только в США билетов предварительно продано на 257 миллионов баксов, что в пять раз больше результата Войны Бесконечности. В Китае также установлен абсолютный рекорд. Всего за шесть часов здесь продали больше миллиона билетов. Такого не было никогда в истории. Прошлый фильм собрал в Поднебесной 359 миллионов, и похоже, что полмиллиарда на этот раз покорятся Китаю. Премьера там состоится даже раньше, чем в США, 24 апреля. На этой же дате должны быть и мы, но наши усилия по созданию петиции провалились. Уже слишком поздно, чтобы что-то изменить. Так что, к сожалению, Мстителей 4 большая часть нас увидит лишь 29 числа. В связи с этим абсолютно не ясно, когда выпускать ролики с разбором концовки, пасхалками и ответами на ваши вопросы. Мы будем очень рады, если вы дадите нам знать в комментариях. А пока советуем не грустить и вспомнить, что как бы то ни было нас ждет главный фильм в истории кино. Никогда ранее киновселенные не разрастались до таких титанических масштабов и не вываливали такие кроссоверы. Пять дней ожидания пролетят незаметно, а пока советуем всем избегать спойлеров и сохранять хорошее настроение, ведь фильмы создаются именно за этим. До скорой встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова